Рашисты блокируют все водные пути из Украины. В планах захватчиков заминировать подходы к портам Одессы и Очакова. Об этом говорит The Guardian со ссылкой на американскую разведку. Устерики Днепра россияне тоже заминировали, чтобы заблокировать экспорт зерна. С вами Нехта. Самые важные и актуальные новости к этому часу. США и Европа будут еще больше помогать Украине в борьбе с агрессором. И это только начало. Я думаю, в будущем вы увидите больше поставок таких РСЗО, как Хаймарос. Род Путина Песков внезапно назвал кандидатство Украины в ЕС внутренними делами Евросоюза. А Лавров забыл открыть учебник истории перед своим бредовым выступлением. Гитлер под свои знамена собрал почти значительную часть, не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Главное для расистов удержать оккупированные территории. Однако налаживать жизнь местных они не спешат. В Мариуполе горит мусорный полигон, который расисты не думают тушить. А в Херсоне фермеры выбрасывают выращенное непосильным трудом. И так я выкидаю уже не первый раз. Смотрите, это не только моя. Белый дом планирует помогать Украине столько, сколько нужно и возможно. Об этом заявил представитель Госдепа Джон Кирби. Это касается финансовой поддержки и оружия, в том числе и реактивных систем залпового огня. По словам Кирби, оружие поступает в Украину очень быстро и уже командование ВСУ решает, как и где его применять. Я думаю, в будущем вы увидите больше поставок таких РСЗО, как Хаймарес. Это очень вероятно. Не хочу забегать вперед, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем помогать всем, что возможно и так быстро, насколько это возможно. И я вам скажу, оружие приходит с беспрецедентной скоростью. Мы никогда такого не делали. Джо Байден работает со шпаргалкой. Американский президент неожиданно спалился, повернув на одну из встреч листок с текстом к прессе. А там инструкция по действиям на официальном мероприятии. СМИ и соцсети в шоке, что нужно напоминать президенту прийти, сесть и уйти. В Белом доме поспешили успокоить. Это стандартный формат для политиков. Но это не остановило баталии в соцсетях. СБУ обвинила депутата Верховной Рады Андрея Деркача в работе на российскую военную разведку. По версии спецслужбы, Деркач был завербован в 2016 году и курировал создание частных охранных предприятий в разных областях Украины. Он планировал использовать их для быстрого захвата страны в начале войны. Арестован бывший помощник Деркача Игорь Колесников. Он пошел на сделку со следствием. Непосредственно спецназ и силы специальных операций должны были ощутить быстрый проход Киеву, захват Хрещатика, непосредственно блокировка урядового квартала Верховной Рады. После того, как это успешно должно было очутиться, должно было собрано быть вечер Верховной Рады и оно должно было проголосовать за новое правительство Украины. Напомню, с 2020 года против Деркача введены санкции в США за вмешательство в выборы как российского агента. Ранее Деркач обнародовал аудиозаписи, так называемые пленки Деркача. На них якобы записи разговоров Джо Байдена и президента Украины Порошенко. Они якобы обсуждали коррупционные схемы, но достоверность пленок не доказана. Ну а тем временем Путин тоже вляпал сам международный скандал. Как выяснили журналисты, он подставил Си Цзиньпина. Пообещал подарить ему русскую баню из трехсотлетних кедров. Однако, согласно документам, как выяснили журналисты издания Досье, так этого и не сделал. А на самом деле баню китайскому лидеру поставила никому неизвестная фирма, которая принадлежит одному из кошельков Путина, Евгению Пригожину, от которого он, к слову, всячески отказывался. Мол, мало ли на Руси Пригожиных. Однако документы говорят об обратном, иначе как взятку эту схему расценивать невозможно. В Китае это пока никак не комментировали. Счета проходили через ту же компанию, которая финансирует группу Вагнера в Сирии. И получается, что Путин пообещал подарить баню, а подарил фактически Пригожин. И по всем даже документам получается, что лидер Великого Китая принял в подарок целый объект недвижимости от какого-то никому неизвестного, там в данном случае общество с ограниченной ответственностью, петербургская гарантия. Я не знаю, насколько я понимаю, вообще-то по китайским законам за подобные шутки ставят к стенке партийных деятелей. Это чисто внутриевропейское дело. Рот Путина Песков неожиданно сдал назад и как-то довольно вяло прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Сначала они с пленой рта призывали не допустить приближения ЕС и НАТО к границам. Но после четырех месяцев провальных поражений пошли на более миролюбивую риторику. Лавров же в высказываниях был немного жестче. Глава МИД заявил, в начале Второй мировой Гитлер как раз собирал страны для коалиции против СССР. Хотим напомнить неуважаемому дипломату, что именно советский вождь Сталин заигрывал с Гитлером и начал с ним делить Польшу. Но что для Лаврова какие-то там факты и пакт Риббентрупа-Молотова. Главное для расистов погромче кричать про переписывание истории где-то там. Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также в том числе и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету войны с Российской Федерацией. Основная цель армии рашистов сейчас выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. О планах оккупантов рассказали в Минобороны Украины. Кроме того, они хотят удержать захваченные районы Запорожской и Херсонской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Россия также продолжает блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря. И найгарячими ділянками фронту остаются населенные пункты на певденном и певденно-схидном напрямках от северо-донецка. Противник значительно сближил кількість авиаційных налетов. Внаслідок ударов по Лисичанску и окружающим населенным пунктам было разрушено величезную культуру. Под вогнем российских оккупантів перебувають населенные пункты Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, а также Біла Гора. Противник продолжает ракетные удары по військовых та критичных объектах цивільной инфраструктуры Украины. Окупанты нанесли ракетный удар по спорткомплексу одного из учебных заведений Харькова. Фото жутких разрушений показали местные прокуроры. В результате удара возник пожар, который еле удалось потушить. Однако спортзал восстановлению не подлежит. Сейчас окраины Харькова обрастают новыми, хорошо оборудованными и замаскированными позициями ВСУ. Сюда прибыло пополнение из военнослужащих, которые воевали за Луганщину. Один из них рассказал подробности боев зарубежные. Мобилизированные из так называемой ЛНР расисты использовали как пушечное мясо. Декілька дней очень много шло пехоти. Позже позднее мы узнали, что это была первая часа мобилизованных из Донецка и Луганских областей. Примусовая мобилизация, которую организовала Российская Федерация на оккупованных территориях. Декілька дней они массово шли в бой живой силы противника. После чего на какой-то день на одних из позиций было взято в полон командира одними из родителей. Они отвечают, что сейчас я не знаю сколько было. Две дни назад у нас было 1500 человек. Сегодня, когда мы наступали, у нас было уже меньше 700 человек. Они просто мобилизованы, выявляли огневые точки, позиции наши. И после чего были уже артобстрелы. Мы спросим, почему вы не идете здесь? Не втекают. А если мы втекаем, то сзади у нас подраздели кадировцев просто расстреляют и все. Херсонские фермеры, оказавшиеся под оккупацией, показали горы овощей, которые вынуждены просто выбрасывать на помойку. Они объясняют, что продать их негде и некому. В Крыму уже избыток овощей, а вывозить на подконтрольную Украине территорию их не пускают. В результате фермеры, которые выращивали урожай с февраля, вынуждены его просто выбрасывать в чистом поле. Главное ведь для коллаборантов повесить триколорные тряпки на оккупированных территориях. А там пусть люди выживают, как хотят. Горы мусора растут в Мариуполе и вокруг оккупированного города. Там загорелся мусорный полигон. Тление никто не тушит, ж дым и сврат заполняют, а кругу сообщают местные власти. Не считая того запаха, который распространяется из-под разрушенных зданий, где все еще лежат погибшие. Окупанты сносят остатки домов и требуют оставшихся в них жильцов выехать. Вот такие объявления повесили на подъезды. Людей просто выгоняют на улицы. Однако уже начали строить модульные городки. Не для местных, для военных оккупантов. Про жизнь в разрушенном городе рассказывают местные власти. За выброс мусора на импровизированную свалку, воспитательные работы от 14 до 30 дней. Даже не нужно устанавливать факт проступка. Буквально загребают трудоспособных по дворам. За вырубку деревьев на дрова для приготовления пищи, то же самое. Так обеспечивается массовость работ. Бесплатная рабочая сила всегда рядом. Вообще, мероприятия со времен Советского Союза остались неизменными. Такова она, преемственность истории России. В Чернигове начали рассмотрение дела российского военного Михаила Куликова, которого обвиняют в преступлениях против мирного населения. По данным следствия, 26 февраля Куликов получил приказ от командира выстрелить из танка по многоэтажному жилому дому в Чернигове. И он выполнил его. В этот же день Куликова и его командира взяли в плен. За нарушение законов и обычаев войны ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. А на этом у меня все. Самая актуальная и оперативная информация в наших телеграм-каналах. А просматривая рекламу в YouTube, вы поддерживаете развитие команды «Некто» на всех фронтах. Нести правду помогает и ваша активность. Благодаря комментариям, лайкам и распространению ссылок, ролики показываются еще большему количеству пользователей. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова